Что люди делают в реальной жизни, потому что так делают в кино? Помню, как прочитал статью о студенте колледжа, который угодил в драку в баре и попытался разбить бутылку о голову своего оппонента. Но в итоге он разбил череп парня и убил его. Он попытался оправдаться тем, что видел подобное в кино и не думал, что это приведет к подобному результату, но эта отговорка не спасла его от срока за непредумышленное убийство. Мой старый друг попытался сделать такое со мной в баре, только я не умер. Он был идиотом и, вероятно, напился. Он повредил мое глазное яблоко, и доктор сказал, что если я чихну во время процесса заживления, то оно вывалится на мою щеку. Я ни разу не чихнул. К черту его, я победил, он остался со статьей. Надеюсь, ты страдаешь, Энди. Та же фигня с пробиванием стеклянных окон и прочего кулаком. Это очень опасно, художественные произведения – один сплошной вымысел. В старших классах я выпрыгнул из движущейся машины, потому что подумал, что метод «просто сгруппируйся и катись» вполне безопасен. В тот день я получил урок о взаимодействии между инерцией, асфальтом и кожей. В старших классах у меня была знакомая, жених которой сделал так же, когда они поссорились. Она ехала всего лишь со скоростью 60 км в час, но столкновение с дорогой убило его. Это произошло за несколько дней до их запланированной свадьбы, и они устроили поминальную службу в помещении, арендованном для свадебного банкета. Они любили друг друга со школы. Ему было всего 18. Держать пистолет боком, как гангстеры в фильмах. Много людей осталось в живых, потому что так сложно попасть в цель. В таком случае пуля летит мимо цели, а если держать пистолет нормально, пуля может пролететь выше или ниже цели, но все равно попасть в человека, в которого прицелился стрелок. Я видел полицейскую видеозапись, где какой-то идиот сделал точно так же, и офицер реально остался жив из-за этого. Короче говоря, он остановил двоих братьев, обычная остановка для проверки документов на дороге. Выяснилось, что у них есть неоплаченные штрафы. Водитель вышел и начал драться с копом, пока его брат, который сидел на пассажирском сидении, схватил с заднего сидения автомат Калашникова. Этот стопроцентный идиот реально схватил оружие в гангстерском стиле и держал его боком на весу. Таким образом невозможно держать оружие калибра 7,62 и начал стрелять в копа, пока его брат все еще дрался с ним. В итоге одна его пуля попала в офицера и нанесла ему легкую рану, но он убил своего брата. Гений. Я лежал в больнице в одной палате с чуваком, который словил пулю в зад от своей девушки. Он каждый день жаловался, что доктора не извлекают пулю. Просто он знал из фильмов, что пулю нужно обязательно вытащить. Доктору так надоело спорить с ним, что он сказал, что это лишь ложь из телевизора, и в жизни врачи так не делают. У меня уже около 24 лет в правом бицепсе торчит не настоящая пуля, но пулька для пневматики. Друг друга показывал мне воздушку, несколько раз взвел ее, направил на мою руку, произнес типичную в таких случаях фразу «оно не заряжено» и нажал на курок. Было не очень больно. Была входная рана, но выходной не было. Он попытался убедить меня, что у меня просто кожа лопнула в этом месте от давления воздуха. Через несколько часов рука все еще болела, и мама повезла меня в больницу. Рентген показал, что там на самом деле есть пулька. Когда я спросил, больно ли будет, когда ее будут извлекать, доктор ответил, что они не будут этого делать. Сказал, что пули для пневматического оружия делают из материала, который не вызывает проблем и инфекций. И будет гораздо больше вреда, если они начнут извлекать ее, чем если она останется на месте. Выписал рецепт на антибиотики на всякий случай и отправил домой. Падение при попадании пули. Хотя, возможно, так и есть, но, в общем, есть теория, что причина, по которой люди падают, когда в них стреляют, что происходит очень часто, скорее психологическая. Суть в том, что люди видят, как такое происходит в кино и сериалах, и полагают, что так и должно быть. Доказательства этой теории можно найти, наблюдая за животными в дикой природе. Например, олени не сразу падают, когда в них попадает пуля. Они часто бегут, пока рана не приводит к потере сознания. И из случаев, когда в людей попадают несмертельными пулями, например, резиновыми. Я дважды стала свидетелем того, как люди делали предложения во время ночных театральных варьете в университете, и оба раза предложения были приняты. Одна пара в итоге развелась после года брака, а вторая пара так и не поженилась. В обоих случаях девушки чувствовали, что обязаны сказать «да», чтобы не обидеть чувства парня на глазах у людей. Речь идет о совместной жизни навсегда, и если вы не снимаетесь в реалити-шоу, то делайте это наедине. В кино расстроенные люди часто бегут бесцельно, куда глаза глядят, и если ситуация очень драматичная, то падают на колени и дают волю чувствам. Как-то раз мне было очень плохо, поэтому я изо всех сил побежала по полю рядом с моим домом. Позже я поняла, как это было глупо. Наверное, надо было еще опуститься на колени и расплакаться. Люди пытаются вести машины так, как они видели в фильмах серии «Форсаж». Но обычно им для этого не хватает навыков, таланта, мощности машины, мозгов и т.п. Мой двоюродный брат был водителем полицейского эвакуатора. Он рассказал, что после выхода фильма, где машина проехала под полуприцепом, не знаю, какой именно это был фильм, я не видел ни одной части, его однажды вызвали на место аварии. Кто-то попытался проехать под полуприцепом, чтобы показаться крутым. По словам двоюродного брата, это было похоже на йогурт из людей. Как будто кто-то взял этих людей за талию, давил их до тех пор, пока все их внутренности не вырвались наружу, а затем отпустил. Он говорит, что до сих пор не может забыть этот образ. Я тоже никогда не смогу забыть об этом. Когда подъезжаешь на какое-то мероприятие на шикарной машине и думаешь, что все увидят, на чем ты приехал. В реальности тебе придется припарковаться на какой-то отдаленной стоянке, и никто вообще не увидит твою машину. Мой отец впервые учил меня правильно играть в покер. Он увеличил ставку. Я почувствовал, что мне повезло с картами и захотел сделать рейс, поэтому я процитировал фразу, которую произносили в каждой сцене с покером в кино. Вижу, ты поставил X, пауза для пущего драматического эффекта, и я повышаю ставку на Y. В итоге я получил озадаченный взгляд, в котором читалось «О чем, черт возьми, ты говоришь?». Кроме того, в любом карточном руме, реальной игре в покер, казино или покер-руме такой рейс будет запрещен по правилам. Это называется ставка на струну. Если вы хотите сделать рейс, вам нужно сделать все это одним движением, а не анализировать выражение лица оппонента. Помню, как я читал где-то, что до выхода «Крестного отца» гангстеры больше одевались и вели себя как уличные шайки. И только из-за фильма они начали носить костюмы и вести себя более культурно. Вытаскивать что-то из тела, хотя на самом деле оно должно оставаться там, потому что это единственное средство для предотвращения потери крови в большом количестве. Пусть доктора вытаскивают. Я видел, как парень повредил плечо, когда пытался выломать дверь, бросившись на нее. Чего он не знал, так это того, что в фильмах используют двери из тонких досок, чтобы облегчить задачу. Кроме того, петли на двери, которые он пытался сломать, были направлены не в ту сторону. Когда я учился в школе последний год, я дурачился с друзьями. Мы дрались понарошку. Мой близкий друг прыгнул на меня сзади. Я часто видел такое в фильмах, поэтому пошел задом в сторону двери. К счастью, она открылась, но, к сожалению, он ударился о раму и сломал ее. Я чуть не убил его. Я собрал все своими руками, и когда моя мама вернулась домой, я сказал ей, что кто-то пытался вломиться к нам. Скользить по капоту автомобиля, чтобы показаться крутым. Наблюдал, как приятель оставил хорошую вмятину на своем капоте, пытаясь это сделать. Лучший школьный друг моего отца пытался провернуть этот трюк, чтобы выпендриться перед какими-то девушками. Металлические пуговицы на его джинсах оставили прекрасную царапину на капоте его машины черного цвета. Круто, ничего не скажешь. Интим на пляже Я работаю врачом в отделении неотложной помощи. Недавно я лечил тяжелую форму вульвовагенита, который возник из-за того, что женщина чпокалась со своим парнем на пляже. Судя по всему, они также делали это, находясь в воде. Когда моя мать умерла в госпитале, не выходя из комы, ее глаза остались открытыми. Я попробовал провести рукой по ее лицу, чтобы закрыть их, потому что люди делают так в кино буквально каждый раз. Но ее глаза не закрылись. Я подумал, что сделал что-то неправильно, и попробовал снова закрыть их. Не сработало. Я собирался попробовать в третий раз, но моя сестра расплакалась и сказала, «Хватит, прекрати, не касайся ее». Мне очень неловко каждый раз, как я вспоминаю об этом. Я просто хотел сделать как лучше, а вышло только хуже. У меня был парень, который думал, что будет очень сексуально разорвать мои трусики. Во-первых, они стоят дорого. Во-вторых, ты не сможешь порвать их так легко и аккуратно, как в кино. В итоге останутся порванные кружева и резинка, которую нужно будет снять традиционным способом. Два года назад мой младший брат, в то время восьмиклассник, отпросился в туалет во время урока и попытался пробежаться по стене, как он делал это в последней части игры Call of Duty. При этом его нельзя назвать мелким, он довольно крупный. Упал прямо на лицо. Я часто смеюсь над ним, напоминая ему этот случай. Все родственники и чертова бабушка приходят в больницу, чтобы посмотреть на новорожденного и проведать его маму. Никто вас туда не звал. Иммунная система этого ребенка очень хрупкая и велика вероятность, что у мамочки сейчас какое-то кровотечение в женских органах. И она, конечно же, чувствует себя паршиво. Но вы почему-то думаете, что вам нужно посидеть в приемной и как можно скорее увидеть новоиспеченную семью. Хочу упомянуть игру Бутылочка. Моя подруга в колледже заявила, что хочет сыграть в бутылочку на вечеринке в честь ее дня рождения. Она была очень застенчивой и в школе у нее не было возможности заниматься тем же, что делают все старшеклассники. Выяснилось, что никто в нашей компании из шести человек, даже те, кто нисколько не были застенчивыми, на самом деле не играл ни в бутылочку, ни в любую другую популярную на подростковых вечеринках игру по версии телевизора. Я и мой парень, теперь уже муж, тогда впервые серьезно поссорились. Я выбежала на улицу под дождь, как Скарлетт О'Хара, и начала ждать, когда выйдет он. Он так и не вышел. Я промокла. Подождала немного, зашла в дом и спросила, почему он не вышел за мной. Он оторвался от книги и сказал, что не собирается участвовать в моем спектакле и выбегать под дождь. Я засмеялась. Я уверена, что именно в тот момент поняла, что хочу за него замуж. Все эти мелодрамы с эмоциональными ссорами и примирениями... Пф, я была такой идиоткой. Мы вместе уже 18 лет. Я уверена, что большая часть ссор в отношениях в мире, это всего лишь подражание фильмам и сериалам. Я не так давно окончил школу. Многие люди реально думают, что выпускной это волшебный вечер, когда ты танцуешь с девушкой, а затем переживаешь лучшую ночь в своей жизни. Честно говоря, это скорее самая неловкая ночь в твоей жизни. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!